Мы находимся в самом сердце управления всей транспортной системой города во время чемпионата мира по футболу. Здесь операторы видят практически каждую улицу. Только за одним московским шоссе наблюдают порядка ста камер. Главная задача Центра управления дорожным движением во время главного спортивного события года. Именно здесь координируется работа всех служб и всех видов транспорта, которые задействованы в проведении игр. Это касается загрузки и выгрузки стадиона «Самар-Арена», движения автобусов из аэропорта «Курумыч» и железнодорожного вокзала «Самары» до фан-зоны на площади Куйбышева. Региональный Центр управления пассажирскими перевозками во время чемпионата будет работать круглосуточно. В дни проведения матча в Центре будут находиться представители областных и городских властей, транспортной полиции, силовых ведомств и областного департамента общественной безопасности, представители компаний-перевозчиков, а также городская скорая помощь. В остальные дни Центр будет работать в дежурном режиме. При возникновении ДТП или усложнении дорожной ситуации мы смотрим причину возникновения и после этого сотрудник ГИБДД по мобильной рации уже связывается с экипажем и принимается решение, оперативное решение принимается по разрешению ситуации, дорожной ситуации. Специалисты Центра координируют не только графики движения транспорта, но и его количество на маршрутах. По опыту уже предыдущих тестовых матчей мы знаем, и этот опыт наработан, что если у нас происходит так, что просто люди идут на какой-то маршрут другой, то мы имеем возможность перебрасывать автобусы с одного маршрута на другой, чтобы они были там, где они реально нужны. Координируют работу регионального центра с федеральными структурами представители транспортной дирекции чемпионата мира по футболу. В Самарском центре отмечают высокий уровень подготовки. С самим региональным центром руководит министр транспорта Иван Иванович Пивкин, плюс еще тот состав, который собран здесь, он полностью соответствует всем требованиям Минтранса в части организации регионального центра управления посредственного перевозка. Во время тестовых матчей специалисты Центра провели тренировки, максимально приближенные к реальной обстановке во время проведения игр чемпионата, и сейчас полностью готовы к работе. После окончания чемпионата все оборудование Центра продолжит использоваться для обеспечения безопасности и управления транспортными потоками города. Лариса Шлафаст, Василий Колдашов, События.